КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЮ Посмотрите еще внимательнее. А знаете ли вы родословную этой семьи? Я думаю, что я для вас сейчас загадала загадку. Но эта загадка разгадывается очень просто. И нам очень важен вот тот молодой человек, который стоит перед царским троном. Итак, о чем же сегодня пойдет речь? А речь пойдет о способах выражения подлежащего и сказуемого. Да, действительно, на троне любого предложения всегда есть две царствующие особы. Это подлежащее и сказуемое. Без них предложение не состоится. Без них предложение попросту не сможет существовать. Поэтому наша задача сейчас с вами разобраться, что такое подлежащее и какими способами мы можем выражать подлежащее. Какие слова мы можем подбирать для того, чтобы они в предложении стали подлежащим. И точно так же, что такое сказуемое. Да, и самое главное, вот тот молодой человек, который стоял перед троном, это их помощник. Это тот, кто запишет родословную, а именно расскажет, чем может быть выражено подлежащее, чем может быть выражено сказуемое. И наши самые главные помощники в этом случае – это учебники. Те, которыми вы пользуетесь в школе. Они у каждого из вас могут быть разные, но самое главное, что именно в них и записана нужная и важная для вас информация. Итак, начнем. Давайте вспомним, что такое подлежащее. Давайте вспомним, что такое сказуемое. Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает предмет речи, о ком или о чем говорится в предложении. Подлежащее отвечает на вопросы именительного падежа существительного, кто, что и связано со сказуемым по смыслу и грамматическим. Я думаю, что самое главное вы из этого знаете, а именно вопросы подлежащего. Сказуемое – это главный член предложения, который обозначает действие, качество, состояние, характеристику предмета, что говорится о подлежащем. Сказуемое связано с подлежащим отвечает на вопросы, что делает предмет, какой предмет, каков предмет, что есть предмет. Например, весь день дети провели в парке. Надеюсь, что вы обратили внимание на то, что в характеристике сказуемого для вас появилась абсолютно новая информация. А именно, на какие вопросы отвечает сказуемое. Это не просто, что делает предмет, а какой предмет, каков предмет и что есть предмет. Это означает, что действительно способы выражения сказуемого – это не только известный вам глагол. Давайте разберемся. Итак, подлежащие может быть выражено одним единственным словом. И это знакомое для вас, привычное для вас имя существительное в именительном падеже и местоимение в именительном падеже. Гости приехали утром, я был в музее, каждый задумался. Слова гости, я, каждый или другие местоимения, он, они или любое существительное действительно может быть подлежащим. Но сейчас нечто новое и важное для вас. Оказывается, подлежащее может быть выражено словосочетанием. Я думаю, что этот момент важно запомнить, разобраться и знать, что когда мы говорим, что подлежащее выражено словосочетанием, это значит, в этом словосочетании все слова очень тесно связаны по смыслу. И стоит вам отбросить какое-то из этих слов смысл того, кто совершает действие. Становится абсолютно непонятным. Итак, давайте посмотрим. Словосочетание может состоять из существительных, соединенных с союзом S. Мы с сестрой, мы с тобой. И вот это словосочетание и является подлежащим. Согласитесь, несколько новая, неожиданная информация. Следующий момент. В состав подлежащего может входить слова, которые имеют неопределенно количественное значение. То есть слова много, сколько, несколько. Например, пришло несколько новых журналов. Да, действительно, словосочетание несколько журналов – это подлежащее. Следующий вариант. Числительное, в состав которого включен предлог «из». Трое из них, двое из ларца. И эти словосочетания тоже являются подлежащим. И напомню, подчеркиваются одной чертой, как мы с вами и привыкли. Четвертый случай. Местоимение, кто, всякий, каждый, любой, тоже с предлогом «из». И следующее слово в родительном падеже должно употребляться. Любой из нас, кто из нас. Согласитесь, эта информация новая и важная. Не ошибитесь, когда вы в следующий раз задумаетесь, где же в предложении есть подлежащее. Давайте потренируемся. Выберите подлежащее в тех предложениях, которые у вас есть. Итак, кроткое слово укращает гнев. Согласитесь, здесь все легко и просто. Это существительное в именительном падеже слово. Мы ехали по широкому лугу. Я думаю, вы тоже не будете затрудняться. Это местоимение «мы». Ничто не забыто и никто не забыт. Здесь не только два простых предложения, но еще и два разных подлежащих. И выраженные они как раз-таки местоимением. Местоимением может быть в этом случае для вас незнакомым местоимением. Ничто, никто. В четвертом случае шли два приятеля вечернюю порой. Согласитесь, я подсказала вам перед этим, что подлежащее может быть выражено словосочетанием. Поэтому два приятеля является подлежащим. Дед с матерью шли впереди всех. Я думаю, что вы без труда определите, что дед с матерью и является в этом случае подлежащим. Несколько стульев стояло у стены. Вот в этом случае нужно сказать, что слово «несколько» без слова «стульев» не будет иметь никакого смысла. А вот словосочетание «несколько стульев» действительно является подлежащим. Мать с сыном поедут отдыхать. Как же быть в этом случае? Естественно, что в этом предложении подлежащее является словосочетанием. И словосочетание это образовано, обратите внимание, с помощью предлога «с». Итак, если вы без труда справились с этой работой, перейдем к следующей части. А именно к сказуемому. Что для вас привычно из того перечня, который предлагается? Сказуемое может быть выражено глаголом, существительным и прилагательным. Вы привыкли к тому, что действительно сказуемое выражено всегда глаголом. Но мы добавляем для вас нечто новое. И вам действительно нужно запомнить и понять, что сказуемое может быть выражено существительным и прилагательным. Итак, в предложении «синица маленькая птичка» существительное в именительном падеже «птичка» становится сказуемым. Почему? Потому что мы видим, как создано это предложение. «Синичка есть маленькая птичка». В данном случае мы это утверждаем. И прилагательное «лес удивителен в зимнем наряде». Какой вопрос мы должны задать? А вот тут мы должны задать вопрос. Каков лес? Это вопрос прилагательного. И если слово отвечает именно на этот вопрос, значит перед нами действительно сказуемое. Потренируемся. Слово «серебро» – молчание золота. Где в этом предложении есть сказуемое? И вы будете абсолютно правы, когда определите, что это существительное серебро, золото. «Восходившее солнце золотило сосновые вершины». Здесь все просто. Глагол «золотило» подсказывает нам, что он и является сказуемым. И как теперь она стала чужда и далека ему? Обратите внимание, что здесь есть слова, которые отвечают на вопросы «какова?». Чужда, далека. А значит это и будет сказуемым. Доброта – качество, излишек которого не вредит. И мы снова столкнулись с ситуацией, когда существительное становится сказуемым. «Он весельчак». И вы без труда определите, что слово «весельчак» является сказуемым. «Он есть весельчак». Слово «есть» пропущенное подсказывает нам это. «Он сегодня задумчивый». И если вы зададите вопрос к слову «задумчивый», «он какой?», то нужно признать, что это слово и выполняет роль сказуемого. Итак, в большинстве из тех случаев, которые мы рассмотрели, сказуемые являются существительными или прилагательными. Я предлагаю вам закрепить свои знания в выполнении упражнений. И советую выполнить упражнение 488 из учебника Рыбченковой. Кстати, ответы есть. Упражнение 119 из учебника Быстровой, если вы работаете именно по этому учебнику. И после того, как вы закрепите материал и, безусловно, справитесь с тем, чем может быть выражено подлежащее и сказуемое, желаю вам успехов в домашнем задании. Добрый день, уважаемые ребята. Война войной, а обед по расписанию. Независимо от ситуации, которая сложилась, мы с вами будем изучать математику. Сегодня на уроке мы с вами попытаемся решать задачи на движение по реке. А именно, мы сосредоточим свое внимание на скорости при движении по реке. Для того, чтобы начать работу, давайте вспомним. У нас идет формула. Расстояние равно скорость, умноженная на время. Мы сегодня с вами поговорим о скорости при движении по реке. Какие виды этой скорости существуют? Итак, задача первая. Мальчик заметил, что на путь по течению реки было затрачено меньше времени, чем на тот же путь против течения реки. Чем это можно объяснить, если будем считать, что мотор лодки работал хорошо одинаково на всей поездке? Первый вопрос. Я думаю, что каждый из вас понимает, что мальчик плыл по реке, и по течению реки ему помогала скорость реки. Когда он плыл обратно, скорость эта мешала ему плыть. Давайте посмотрим на вторую задачу. На путь из пункта А в пункт Б теплоход проплыл за 1 час 40 минут, а на обратный путь он потратил 2 часа. Вопрос. В каком направлении течет река? Итак, река течет из А в Б или из Б в А? И почему? Я думаю, что каждый сидящий любопытный отвечает с уверенностью. Река течет из пункта А в пункт Б, потому что, опять-таки, скорость реки помогает плыть теплоходу быстрее, поэтому времени он тратит меньше. Давайте попытаемся поговорить о формулах, которые у нас есть. Итак, вводим обозначение, скорость, с которой движется катер или собственная скорость. В-по-т-т-течению. И последняя скорость, скорость против течения реки. В-п-р-т. В-скорость против течения реки. Итак, вы видите, что в движении по реке у нас принимает 4 скорости. Очевидно, что скорость реки каким-то образом либо помогает, либо мешает движению нашего кораблика. Итак, давайте попытаемся вычислить скорость по течению реки. Если скорость собственная кораблика 20, а течение реки 2. Очевидно, что эта скорость составляет 22 км в час. Давайте посмотрим обратную задачу. Теперь мы видим, что кораблик плывет против течения реки, которая обозначена стрелкой. Очевидно, что скорость кораблика здесь составляет всего лишь 18 км. Исходя из наших с вами рассуждений, мы можем записать первые формулы, которые сегодня нам будут нужны на уроке. Скорость по течению реки состоит из двух слагаемых. Скорости собственной и скорости течения реки. Скорость против течения реки, наоборот, вычисляется с помощью вычитания из собственной скорости скорости течения. Исследуя эти две формулы, мы можем сделать вывод, если попытаемся нарисовать эти скорости. Итак, мы говорим, что у нас есть скорость по течению реки. В эту скорость входит собственная скорость и скорость течения. И у нас есть скорость против течения реки. По формуле второй мы говорим, что из этой скорости мы должны вычесть скорость течения, чтобы получить скорость против течения. Исходя из этой картинки, очевидно, видно, что скорость по течению реки больше скорости течения реки на две скорости реки. Это те формулы, которые нам сегодня все-таки стоит запомнить. А сейчас попытаемся эти формулы применить к задачам. Для того, чтобы решить задачу, вспоминаем, что скорость по течению у нас исчисляется. Скорость собственная плюс скорость течения. Скорость против течения у нас исчисляется. Скорость собственная минус скорость течения. Итак, глядя на формулы, мы легко вычисляем, что скорость по течению 18, Скорость против течения, извините, составляет 12 километров. Идем далее. Эту задачу вы решаете сами. Наблюдайте. У нас есть скорость по течению и есть скорость собственная. Есть скорость по течению и скорость собственная. Чтобы найти неизвестное слагаемое, мы используем вычитание. Поэтому 32 минус 27. 5 километров в час составляет скорость реки. Если у нас есть скорость реки, скорость течения, прибавляя к собственной, мы находим, вычитая из собственной, мы находим скорость течения. 27 минус 5 у нас получается 22. А сейчас я хочу предложить вам следующую задачу. Катер плывет по течению реки со скоростью 31 километр в час. С какой скоростью он будет возвращаться назад, проплывая против течения реки, если скорость течения реки 4 километра в час, а его собственная скорость не меняется? Эту задачу можно решать по-разному. Можно ее решить, рассуждая. Этот способ решения я вам предлагаю. Если мы от одной скорости вычтем вторую, мы найдем собственную скорость катера. Если мы от собственной скорости вычтем катера, вычитаем скорость течения, мы по формуле находим скорость движения против течения реки. Эту же задачу мы можем решить абсолютно другим способом, используя ту картинку, которая была представлена для вас внизу формул. Мы возьмем и собственную скорость течения реки умножим на 2 и вычтем это произведение из собственной скорости. Для тех, кто формулу осознал, можно пользоваться этим моментом. Итак, пожалуйста, давайте с вами подведем итоги урока. Первый итог. Что вам нужно знать в конце урока? Мы обязательно должны знать, понимать эти формулы. Что значит знать, понимать? Мы должны расшифровывать каждую букву и понимать, почему берется эта формула. Исходя из этого, мы знаем, что существует 4 вида скоростей движения по реке. Скорость по течению реки, скорость против течения, собственная скорость и скорость реки. И последнее. Зная любые две скорости, обратите внимание, мы можем найти любую из двух несуществующих. Но вы понимаете, что ученик без двойки, что солдат без ружья. Исходя из этого, я задаю вам домашнее задание. Не выполнив его, вы, конечно, свое ружье сможете использовать. Но для того, чтобы учитель вам не поставил два, предлагаю выполнить домашнее задание. Итак, по учебнику Мерзляка решить нужно вот такие два номера. По учебнику Никольского, это вы сможете найти в пункте 2.14, просмотреть задачи 4.5 и решить два таких номера. По какому учебнику вы работаете, по такому вы и будете выполнять домашнее задание. Спасибо, что были с нами. Желаю успеха при решении задач. Добрый день, дорогие пятиклассники. Сегодня мы начинаем цикл уроков литературы со знакомства с творчеством Виктора Петровича Оставьева. Я думаю, имя это вам хорошо знакомо, а наш замечательный учебник на странице 125 поможет вам восстановить то, что уже известно. Когда будете читать небольшую статью, предложенную авторами нашего учебника, будьте любезны обратить внимание на эпиграф, потому что в нем самые главные сокровенные мысли сибирского писателя. Я думал-думал, и оказалось, что мне нужно рассказывать о своих земляках, а в первую голову о своих односельчанах, бабушке и дедушке и прочей родне. Я любил их и ценил такими, какими они есть на самом деле. Небольшая статья позволит вам узнать о том, что сибирский писатель родился недалеко от большого города Красноярска. Детство провел в Игарке, затем беспризорничал, воспитывался в детском доме, стал участником Великой Отечественной войны, вернулся, работал разнорабочим и увлекся литературой. А тот рассказ, о котором мы сегодня с вами будем говорить, был написан в 1956 году. Мы с вами познакомимся с главным героем, 13-летним подростком. И вы, читая это произведение, обратите внимание на те ключевые позиции, о которых я сегодня хочу вам рассказать. Вначале вы познакомитесь с тем, в каких условиях и с кем жив этот сибирский ребенок. Почему он оказался на берегу Енисея, могучей сибирской реки. Как проходило его детство. И что за обстоятельства привели к тому, что за 9 дней до 1 сентября он оказался в глухой тайге. Обо всем в этом узнаете, читая наш рассказ. Обратите внимание на черты характера ребенка. В то время, как рыболовецкая бригада занималась тем, что вылавливала рыбу, ребенок в лесу собирал кедровые орешки. Этими орешками баловались взрослые по вечерам. А мальчик, проявляя любопытство и любознательность, узнавал о том, каковы же особенности сибирской охоты. В то утро, когда начались неприятные события, мать напоследок уже с порога дала ему краешку хлеба. Он не хотел брать, но потом вспомнил о том, что такой вот сибирский обычай. Идешь в тайгу, бери с собой краешку хлеба и спички. Ох, как потом пригодились они нашему подростку. Как получилось так, что 13-летний ребенок сумел победить глухаря, отстрелить его, привлечь его, вы почитаете сами. Это очень интересный эпизод, я на нем останавливаться не буду. Но вот этот глухарь, который стал добычей ребенка, привел к тому, что 13-летний мальчик оказался в глухой тайге. Он просто заблудился. Бояться, читая эти эпизоды, не нужно, а нужно смотреть на то, как сообразительно, с любопытством, с интересом, зная законы природы, ребенок находил выход из сложной жизненной ситуации. Запасаясь на ночь дровами, он проводил ночи в размышлении. И, кстати сказать, очень часто вспоминал свою школьную учительницу, чего не хватает и нам с вами, наверное, сегодня. Однажды случилось так, что он вышел к озеру. И это озеро потом люди назовут его именем. Но это будет чуть попозже. Как это получилось, вы прочитаете с большим удовольствием и интересом. Посмотрите, пожалуйста. Его мытарства у озера непродолжительное время были. Он все-таки вышел к могучей реке Енисей и на берегу был разочарован тем, что пароход проходил мимо. Ведь это был пятый день его пребывания в лесу, и люди на пароходе не нашли возможности остановиться. Они просто не придали значения тому, что на берегу стоит ребенок. Все мытарства закончились только тогда, когда он услыхал мотор баркаса. И те люди, которые были в рыболовецкой бригаде и его отца, оказали помощь нашему ребенку. Пять дней и ночей, проведенные в лесу, о Сталине заставили неизгладимое впечатление на подростка. И потом найдут отражение у взрослого Виктора Петровича Оставхева в его автобиографическом рассказе. Таким образом, дорогие пятиклассники, приступая к чтению сибирского рассказа Василия Петровича Оставхева, вы можете воспользоваться предложенным мною планом рассказа. Здесь выделены те ключевые моменты, на которых я очень лаконично останавливалась. Обратите, пожалуйста, внимание. Первая часть рассказа представляет нам историю жизни ребенка на берегу Енисея, когда он находился за 9 дней до 1 сентября с рыболовецкой бригадой своего отца. Поход в лес. Обратите внимание на те детали и на те эпизоды. Почему он пошел в лес? Почему получилось так, что в этот день он вышел без собаки? Как случилось, что мать уже напоследок принудила его взять с собой краешку хлеба? Охота на глухаря – один из самых ярких эпизодов этого рассказа. Я думаю, что когда вы будете читать, вы не один раз улыбнетесь. А почему – узнаете, когда прочтете. Дни и ночи в лесу – это, пожалуй, тяжелое испытание для ребенка. И вам, конечно, придется немножко поволноваться за нашего героя, но я уверена, что вам очень понравится то, с каким достоинством, с каким чувством выносливости, стойкости духа ребенок проводил эти бессонные ночи, холодные и голодные в лесу. Лесное озеро – это, пожалуй, самая главная часть нашего рассказа, потому что только благодаря Васютке люди нашли то озеро, которое подарило им большое количество рыбы и позволило восполнить все пробелы в рыболовецком промысле. Обратите, пожалуйста, внимание, момент самой кульминационной на берегу Енисея. Когда будете читать, не волнуйтесь и не расстраивайтесь от того, что пароход прошел мимо нашего героя, потому что где-то там по реке спускается баркас с замечательным дядей Калидой, который спасет мальчика. И мальчишка будет бежать к нему, рыдая на взрыд, надеясь на то, что в конце концов он встретит людей. Возвращение – один из самых трогательных эпизодов. Мать, бегущая вниз к реке. Дедушка Афанасий, который уже отчаялся увидеть своего внука. И, соответственно, Васюткино озеро, которое назвали люди благодаря нашему герою. Табличка, позволяющая охарактеризовать главного героя, представлена на экране. Вы поработаете с ней, читая наши произведения. Затем обратите, пожалуйста, внимание на домашнее задание. Я прошу Вас к следующему уроку прочитать все-таки текст, опираясь на те ключевые позиции, которые мы предложили в плане, и постараться найти ответы на три вопроса страницы 152. Спасибо. Я надеюсь на то, что к следующей встрече Вы будете уже хорошо знать текст этого замечательного сибирского рассказа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин